Танец с кувшином Хотя и современные танцевальные направления, гостья из страны утренней свежести тоже любит. На сцену она выходит вместе со своим братом. Диджей Мухан в Южной Корее знаменит своими зажигательными треками. Он писал музыку для Олимпиады, которая в 2018 году проходила в Хёнчхане. Привет, Россия! Диджей Мухан в Южной Корее В Сибири артистов принимали едва ли нерадушнее и восторженнее, чем в Корее. Коллектив появился в 2017 году и своими эмоциональными композициями сразу взорвал музыкальные чарты не только на родине, но и во многих странах мира. Недавно артисты вернулись из большого турне по Европе. Мы хотим дарить счастье всем, кто начинает свой рабочий день в 7 утра и заканчивает в 7 вечера. Мы впервые в России и рады, что здесь нас так принимает публика. Фестиваль корейской культуры организовала Генеральное консульство Республики Корея в Иркутске. Для развития сотрудничества между Кореей и Россией очень важно знакомить друг друга с культурой наших стран. И самый главный – культурный обмен должен быть между представителями молодежи. Наше Генеральное консульство и правительство Республики Корея прилагает все усилия для этого. В следующем году дипломатическим отношениям между Россией и Южной Кореей исполнится 30 лет. А значит, фестиваль будет еще ярче и масштабнее. Но и в этот раз восторг иркутской публики не знал границ. Теперь, мне кажется, я знаю, что такое зал сходит с ума. Вот мы сейчас наблюдаем, как зал сходит с ума после фестиваля корейской культуры в Иркутске во дворце спорта труда. Он сейчас завершается. Но мне кажется, что все, кто здесь находится, еще долго будут под впечатлением. Марина Виклемишева, Александр Волков. Новости сейчас.